Не знаю как вы, а я прям соскучился по формату, где я рассказываю про обложечки, их историю, всякие интересные внутренние контексты, о чем там визуальные решения и так далее. Те, кто видели предыдущие ролики, во-первых, муа, вот, а во-вторых, кроме вас появились уже новые люди, которые тех видосов не видали, а подписаться на меня успели. Для них краткий экскурс. Был первый видос, в котором я рассказывал про свои любимые рок-обложки и их историю. После этого мне написали, что ты че, думаешь, что в хип-хопе все только херней страдают? В общем, завалили меня этим. Я сделал видос про легендарные хип-хоп-обложки совместно с админом журнала TheSkills, который теперь завел уже свой канал и с тех пор он сильно вырос. Я вам, кстати, советую на него подписаться, очень интересные вещи делает чувак. И настоятельно советую посмотреть первые два видоса, там очень интересно про самые разные обложечки. И здесь не то, что будет продолжение, а здесь мы будем говорить как бы уже более углубленно. Я сегодня подобрал, во-первых, очень интересный материал. Во-вторых, впервые вот за историю этих роликов это получилось как будто одна какая-то нить повествования. Говорить в основном будем про обложки 60-х, 70-х, 70-х и чуть-чуточку 80-х годов. В общем, охерительно интересно сейчас будет. Здрасте, вы на канале Сейна. Короткий, но интересный офф-топ. Где-то неделю назад я выступал на мероприятии, которое называется Российская креативная неделя. Там я рассказывал про новые медиа, вообще существование в интернете и свой взгляд на все эти вновь появившиеся формы взаимодействия с аудиторией. Короче, было вроде как интересно, людям вроде как понравилось. Я даже думал это выступление выложить на канал в каком-то виде, может как-то перемонтировать. И его даже сняли, но к большому сожалению звук там звучит вот так. Удовольствие, но и непосредственно просмотры, активность. Короче, удовольствие от этого выступления можно было получить только вот тогда вживую. И у меня здесь в связи с этим к вам пара выводов. Во-первых, рекомендую подписаться на мой инстаграм, потому что там все анонсы. А во-вторых, после самого выступления ко мне подходили люди и очень много спрашивали в принципе про существование в интернете и какие-то другие способы взять и интегрироваться во все вот эти вот новые профессии. Потому что уже очевидно, что количество специалистов, которые нужны будут и в интернете, которые мы уже сейчас знаем, и в других сферах, которые будут напрямую связаны с новейшими технологиями. Очевидно, что этих профессий огромная тонна, и не обязательно быть сварщиком или бухгалтером. И в связи с этим рекомендую вам офигенные курсы от Skill Factory. Там будут учить языку Python. Я не ахти-программист, но вообще известная история про Python, что он простой в изучении и при этом популярный в разработке. Потому что позволяет решить 80% задач заказчика. И движок сайтов на Python работает быстрее. Благодаря этому курсу вы сможете создавать сайты, приложения, веб-сервисы. И при этом не тратить годы на обучение и поиск туториалов в интернете на каждый мельчайший вопрос. Школа Skill Factory открыла новый набор именно на курс Python для веб-разработки. Притом вы не просто выучите синтаксис, вы именно научитесь решать конкретные задачи, которые будет у вас потом просить заказчик. И более того, к концу курса вы соберете портфолио, которое сможете предоставлять заказчику. И за счет этого вас будут выбирать и на фрилансе, и где угодно. Вы будете уже специалистом с портфолио и маломальским опытом решения рабочих задач. Все время по курсу вас будут вести наставники из Skill Factory. И к тому же, все это удовольствие вы можете получить со скидкой в 50% наполовину дешевле, введя промокод Seam. Почти уверен, где-то вы это слово уже видели. В общем, если вы либо не знаете, чем вообще заниматься, но явно не хотите быть бухгалтером, либо если вы всегда тяготели к веб-разработке, программерству различному, то сейчас самое время. И промокод, и ссылка в описании. Переходите, и хорэ терять время. Все релизы и, соответственно, обложки, которые будут сегодня в ролике, они пропитаны тематикой протеста. И, с одной стороны, неудивительно. Все-таки про рок-музыку говорим, поэтому протест, вот как не здесь ему быть. Но до нас этот вот протест, он дошел уже очень рафинированным, потому что этот протест был настоящим не то что при наших отцах, а при дедах. Но даже не при наших дедах, а при каких-то там американских дедах. А с тех пор он уже успел стать массовым трендом, уже успел заглотнуть, его успели начать печатать на футболках и продавать их по 9.99 на различных концертах. И, в общем, протест давно стал такой вот масс-маркетовой и, в общем-то, массовой штукой. И, соответственно, потерял всю свою протестность. Для нас это уже такой пустой звук, вот эти протестующие рокеры. Здесь же каждая из обложек это какая-то интересная история победы и преодоления и хода против течения, будь то индустрии, будь то каких-то трендов, будь то общественного вкуса и так далее. Начнем с самой неочевидной и самой наименее яркой. Это Free Willing Боба Дилана. Сам релиз стал краеугольным и для музыки, и для самого Дилана. Это был его второй релиз, и именно с него его начали воспринимать как крайне значимую персону в тогдашней музыке. Кстати, еще рано в этом плане говорить слово «рок». На момент выпуска этого и следующего альбома, про который я расскажу, слово «рок» еще не закрепилось настолько в массовом сознании. Боб Дилан — это в первую очередь бард. И это уникальный феномен, который, ну, сейчас, пожалуй, не сохранился. Вы можете вспомнить там Высоцкого и других бардов, которые все знают. Но, в принципе, такой феномен, что человек сам исполнитель, но он пишет такие песни, что они часто обретают наибольшую популярность даже не в его исполнении. Он в первую очередь автор крутых песен. Такое сейчас ушло, потому что очень многими авторами нынешних сверхпопулярных песен являются вообще продюсеры, у которых совершенно другая роль, другое понимание жанра и другая позиция вот в этой вот цепочке производства музыки. А Боб Дилан — это был именно классический бард, такой же, как, допустим, Коэн, который обладал вот этой вот удивительной легкостью, но при этом пронзительностью и точностью высказываний в написании текстов. И именно в этих способностях и заключается суть бардов, которую, ну, подрастеряли. Ну, возможно, потому что, опять же, тренд сменился, и мы там, условно, через 30 лет, будет какое-то новое рождение бардов. Сейчас есть всякие инкарнации, которыми я называл и Дайте Танк, в особенности, и Пирокенезиса отчасти, и еще много исполнителей, которые тоже в своих текстах похожие элементы имеют, но они, как правило, либо не настолько простые, либо не настолько глубокие, а здесь именно вот это вот сочетание простоты и глубины, которое вот заставляет разбирать песни на цитаты, превращает их в афоризмы, она была присуща именно вот бардам той вот этой вот условной золотой эпохи, как Коэн, Дилан и так далее. И если сейчас Дилан воспринимается олдскульно, и его песни, они для нас звучат как скорее такое наставление, может, старшего брата, а может для кого-то и бати, или какого-нибудь вообще мудреца, у него еще вот этот вот голос, это, в принципе, ощущается какой-то взгляд сверху вниз. Тогда же это было скорее наоборот, это было более гаражное звучание, оно было такое ламповое, теплое, заговорил я стереотипами, оно было такое ламповое, домашнее, и это было скорее про посиделку с другом, чем про диалог с кем-то тебя наставляющим. И обложка, она именно это и передает. Важно понимать, что это фотография абсолютно реальная, которая сделана даже не каким-то художественным фотографом, а штатным фотографом CBS. На фотографии девушка Дилана, с которой они тогда встречались уже очень долго, но она постоянно, она была итальянкой и ездила к себе в Италию. Уезжала на периоды вплоть до трех месяцев, а Дилан очень сильно по ней скучал, и поэтому есть очень много различных фотографий, вот подобных этой, таких теплых, очень романтичных, и она здесь одета наполовину в его одежду, на ней очень большой объемный свитер, пальто, потому что и в самом Нью-Йорке холодно, и у них в квартире конкретно было холодно. А Дилан настолько идет, и ему действительно в этот момент очень холодно, потому что он не мог в свой имидж добавить вот слишком теплую одежду, и, ну, конечно, не так, как москвичи сейчас, которые ходят в декабре в коротких носках и из-за этого коченеют, вот, но что-то в этом же духе, то есть не хотелось ему натягивать какой-нибудь пухан тех лет, и поэтому он шел и мерз все это время. Но тут важно не то, что исполнитель замерз, а то, что он подобным предстает на обложке. Дело в том, что вот как выглядели обложки тех лет. То есть, видите, все идеальные, поставленные, тут освещение, тут костюмчик, декорации, все вот вылизано, как обложка журнала. И показаться вот таким вот всем скукоженным и из-за этого очень человечным, это было прям решение. И, собственно, альбом «Фри Уиллинг», он, как я уже говорил, стал определяющим для Боба Дилана, его с того момента начали воспринимать как большого автора, и дальше он только продолжал подтверждать этот статус. И в дальнейших своих обложках можно увидеть эту стилистику, потому что на каждой из обложек Дилан, но это не то же самое, что обложки какого-нибудь Элвиса, где он, опять же, каждый раз идеальный. Это в очередной раз ваш друг Боб дает вам, открывает вам вот небольшую дверку в свою жизнь и свои переживания. Я, например, такое очень люблю. А подход, релиз — это дверка в переживании конкретного вот человека-исполнителя, и это не какая-то аллегория, которая глубоко зашита, да, а которая вот именно так и подается, что «Сейчас я вас к себе пущу». Она сохранилась у многих исполнителей, при том, в том числе рэперов, и у рэперов это приобрело особенные новые краски, потому что у них больше текста, больше переживаний, больше откровенности. Они как раз... У них тоже есть вот эта вот тема с афоризмами, но они к этому не стремятся. Они в этом плане... Ну, у них совершенно другие стремления, сейчас давайте на этом не будем, но в комментах напишите, у кого так, потому что я от себя называю Оксимирона и Луперкаля, потому что у них мне за этим крайне интересно наблюдать. И я вот жду нового альбома того же Оксимирона, потому что мне интересно, что произошло с момента Горгорода. Горгород был большой рефлексией, и очень мало там было сказано про его жизнь, именно как становление. Сериал Кукуха Оксимирона оборвался на предыдущем альбоме, он с тех пор мало чего говорил, фиты не ахти считаются. Нет, ладно, какая-нибудь биполярочка, она очень много в этом плане говорит и дает прям новую сюжетку, но это скорее рождественский эпизод, если продолжать аналогию с сериалом. Это не новый сезон, а новый альбом должен быть новым сезоном Кукухи Оксимирона. Хочу! Дальше идет банана-элбом группы Velvet Underground. Здесь важно, конечно, эту обложку сделал Энди Уорхол. И этот альбом появился благодаря Энди Уорхолу. Если вы совсем не знаете, кто это, то ознакомьтесь, пожалуйста, есть бешеное количество различных полноценных документальных фильмов, маленьких каких-то статей, есть куча роликов на Ютубе от того же Artifex, многое что любимого, и других самых разных каналов. Узнайте что-нибудь про Уорхола, если ничего не знаете. Персоны предельно значимые и для поп-арта, и для дизайна, и для вообще искусства, и его восприятия в массовом сознании, и не только в массовом, и в том числе и для музыки. Аж две сегодняшние обложки, связанные с ним напрямую. Начнем вот с Velvet Underground. Сама группа Velvet Underground Вот это такие же протестующие ребята. Но, опять же, до панкового протеста еще очень далеко. До того, как музыканты начнут прямо говорить «Иди нахуй!» пройдет еще минимум лет, вот получается, 10-15. На данном этапе это в первую очередь музыканты, которые именно хотят играть другое. Пока что есть рок-н-ролл, и, опять же, речь не про само слово «рок», а про идеи в это вложенное. Пока флагманы — это Beatles, собственно, главное звучание новой музыки — это хиппи-звучание. Оно все еще очень позитивное, тематика песен соответствующая. И на тот момент все, что из этой вот плеяды выбивается и при этом более известное — это Pink Floyd и Cream. И да, они звучат совершенно по-другому, но все еще нету сформированного вот этого вот жанра. И все еще песни, не похожие по тематике на битлов, удивляют. А Velvet Underground, их первый релиз, состоит целиком из подобных песен. Там вам и наркозависимость, и сексуальные девиации, и нищие, малоимущие с отрубленными руками-ногами ходят по улицам, вручают листовки. И, как и многие вещи, которые становятся вот эпохальными, легендарными и краеугольными для жанра, они вот в момент релиза совершенно никому не нужны, никто их не понимает, и только потом оценивают, ровно так же было и с этим релизом, но здесь интересно, как он вообще получился. Дело в том, что, чтобы как раз реализовывать этот протест, нужны серьезные яйца. И в данном случае яйца, это не только как бы готовность к тому, что это никто не будет слушать, а может будет слушать и критиковать, а готовность положить на это кучу времени, потому что альбом до сих пор записать очень сложно, а тогда это было еще сложнее, ты потратишь на это и время, и деньги, а жить тебе как-то надо, а как бы я не помню музыкантов, которые до начала своей музыкальной карьеры были миллионерами, то есть большинство из них им нужно на что-то есть, и поэтому выпускать альбом, который будет идти против всего, что сейчас есть в музыке, это очень такое рискованное мероприятие, и сама группа Velvet Underground, это был их дебют, и они собрались именно, как коллектив с очень нестандартными взглядами на музон, и возможно без Энди Уорхола они бы никогда и не записались, потому что он, познакомившись с ними, начал использовать их для написания саундтрека к своим фильмам, после чего появилась возможность записать альбом, сам Лурид комментирует эти события следующим образом, Энди Уорхол просто дал нам возможность быть самими собой, и идти вперед, потому что он был Энди Уорхол, в этом смысле он действительно продюсировал это, будучи зонтом, принимавшим на себя все атаки, которые мы не способны были тогда отстоять, и мы пришли в студию и делали там все, что хотели, это было именно следствием того, что Энди был нашим продюсером, конечно он ничего не смыслил в процессе записи музыки, но ему и не надо было ничего об этом знать, он просто сидел там и говорил, о, это фантастика, и инженер поддакивал ему, о, да, точно, это фантастика, не так ли? И зная этот контекст, банан раскрывается совершенно с другой стороны, во-первых, он действительно раскрывался, то есть на первых самых тиражах этого альбома были действительно наклеены бананы, и там наверху, если приглядеться, это не во всех цифровых версиях есть, но если приглядеться, там написано аккуратно открой, и, ну там написано си, то есть смотри, но скорее созерцай или наслаждайся, и на самом кончике банана можно было схватиться за стикер и действительно его открыть, и внутри был сам банан, и он был розовым. Дело в чем, Энди Уорхол внес огромный вклад в коммерческий поп-арт, то есть важно, что искусство, которое именно должно продаваться и воздействовать на массовую публику, и на фоне других обложек, выходивших в то время, сам банан на обложке выглядел уже необычный и вызывающий, и при том, даже опять же, без какого-либо эротического подтекста, просто один банан на обложке выглядит довольно провокативно и вызывающе, а тут, когда он еще и открывается неожиданным образом, по-моему, это отлично символизирует то, что на самом альбоме находилось, и сейчас мы, конечно, учитывая просто то, сколько мы уже музла слышали, которая четырежды выросла, выросла из, выросла из, выросла, выросла из этого музла, мы уже не можем понять, как это тогда воспринималось, но вот, мне кажется, узнав весь этот контекст, хоть что-то да приоткрывается, а эта обложка одна из самых вообще легендарных в истории рок-музыки, да и сам релиз тоже не менее легендарная вещица. Следующая обложка принадлежит группе Rolling Stones, это Sticky Fingers, дело в том, что здесь тоже приложил руку Энди Уорхол, и по тому же принципу был добавлен интерактив, вот эта самая ширинка, она расстегивалась, и дело в том, что сама идея очень клевая, как и с предыдущим альбомом, и как и с предыдущим альбомом, это оказалось совершенно нереализуемо в реальности, потому что стикеры с бананом были просто очень дорогие, и типа трудоемко их каждый раз лепить, чтобы они еще вот так вот красиво отклеивались, как предполагает задумка, здесь то же самое, только эта молния, она еще и винил внутри царапала, то есть ты в итоге мог просто как раз испытав удовольствие от этого прикола с молнией, потом не испытать удовольствие от музыки, потому что у тебя там останется эта борозда, и на ней будет каждый раз различные шумы и артефакты на самой записи, но речь не об этом, речь о заявлении, Rolling Stones это как раз рокеры классические, и они одни из немногих, кто держит марку аж по нынешним временам, и в принципе по Rolling Stones рок можно сверять, у него есть 8 квадриллиардов всяких ответвлений, смеси с разными жанрами, и обычно какую группу ни возьми, она представляет из себя такое длиннющее смешение, и с такого-то рока, такого-то рока, а здесь еще вот такой, вот такой, вот такой, и получается вот некоторый скрещенный, Rolling Stones принято считать роком в чистом смысле, и именно такой музен они играют, ну считай по сей день, и на тот момент они как раз и были теми, кто складывал стереотипа вот этих вот грязных, потлатых, неотесанных рокерах, которые тусуются, бухают, ширяются, и просто делают все, что им заблагорассудится, то есть тот стереотип, под который потом попадут и панки, и металлисты, и кто хочешь еще, вот тогда он только складывался усилиями Rolling Stones, их альбом, который был перед Sticky Fingers, у него тоже обложка была скандальная, хотя опять же, по нынешним меркам вообще ничего на ней такого и нету, ну, в общем, была и была она скандальной, в период между этими двумя альбомами у них сначала прекращает свою творческую активность гитарист, то есть он все меньше играет, все меньше появляется на репетициях, как раз из-за наркотиков, и в какой-то момент он совсем перестает появляться, на тот момент уже нашли ему замену, и он умирает, собственно, от несчастного случая с этими самыми наркотиками, далее, гитарист, который пришел ему на смену, он тоже уходит из группы из-за уже различных творческих разногласий, тем временем, а это как бы очень тяжело для группы терять каких-то членов из состава, это не то же самое, что футболисты, которым нужно буквально потренить и сыграться, это все-таки творческую связь выстраивать гораздо сложнее, чем вот подобную командную, но это даже не все, помимо этого факта, который очень давит, есть также другой факт, что сейчас вот будет штука, опять же, которая по нынешним временам, ее трудно понять, была такая банда байкеров, которая называлась ангелы ада, они входили в так называемый один процент, это один процент мотоциклистов, которые не соблюдают закон, то есть типа все 99 соблюдают, а вот один процент, они вот такие вот бандиты, эти собственно бандиты, они по-настоящему творили всякие разбой, совершали самые различные противозаконные действия, ну в общем были реально банды прям в прямом значении этого слова, на именно хронике жизни этой банды построит начало своей карьеры знаменитый Хантер Томпсон, который вот написал и собственно и был главным героем страха и ненависти в Лас-Вегасе, которого потом сыграл Джонни Депп, так вот первая его самая заметная вещь, это была как раз хроника жизни этих самых байкеров из Ангелов Ада, их нанимали себе на концерты вместо охранников, ну скорее в роли охранников, Роулинг Стоунс, и дело в том, что в один из концертов на сцену выбежал парень с пистолетом, и один из охранников убил его случайно ножом, то есть охрана на концерте у них были не дубинки, а ножи, и эта история также в копилку очередного неоднозначного случая, в результате которого погибает чернокожий молодой человек, таких на самом деле просто бесчисленное количество, и вот куда ни ткни они оказываются, но даже несмотря на то, что того чувака оправдали в суде, в итоге это послужило началом очень длинного разбирательства с Ангелами Ада, в котором в том числе потом способствует Хантер Томпсон, да и вообще там очень много всего произошло, Ангелы Ада тоже очень интересная тема для обсуждения, на которой мы сейчас не будем останавливаться. Все эти факторы, давящие на группу, были прямым следствием их образа жизни и позицией относительно другой музыкальной индустрии. И по сути, сама по себе ситуация говорит тебе либо сдавайся, либо продолжай идти дальше в том же направлении, но тебя будут вот так же пинать. И Rolling Stones выбрали второй вариант и выпустили как раз не менее скандальный альбом, чем предыдущий. Спереди он выглядел так, сзади так. И опять же, по нынешним меркам это не провокативно, но от слова совсем. Но тогда очень в некоторых странах, например, в Испании с этой обложкой он не вышел. Вот так вот выглядела, собственно, обложка. И тут действительно липкие пальчики. В разных странах запрещали разные песни с этого релиза из-за излишней откровенности в них. А Rolling Stones, как вы знаете, вот, ну, считай, по сей день продолжают гнуть свою линию, только теперь они уже не выглядят настолько провокативно. Им сейчас хорошо, вольготно, и дай бог здоровья! И дальше у нас Clash London Calling. Здесь уже про те знакомые понятны, это панки, и тут на сцене разбивают гитару, и все, мы дома, Чуи, все тут понятно и знакомо, но все не так просто. Дело в том, что это, опять же, начало всего того, что до нас дошло уже пережеванным. Во-первых, сама обложка является своеобразным переосмыслением альбома Элвиса. Он выглядел так, как видите, очень похоже. Во-первых, розовый и зеленый считаются цветами, которые не сочетаются, но, возможно, именно из-за этой несочетаемости они привлекают внимание слушателей. Это вот сработало как с Элвисом, так и потом с Clash. Во-вторых, Clash тем самым хотели показать преемственность с Элвисом, потому что они ощущали себя вот такими же антагонистами во всей этой музыкальной индустрии, которые приносят своеобразный новый звук. Хотя для нас это, опять же, ничего нового, потому что там темы абсолютно панковские, риторика абсолютно панковская, и все вот то, что мы видели у панкоманд тогда, во время и после этого. Все в этом плане стандартно. Но, в-третьих, стоит обратить здесь внимание на то, что это ведь они не просто хотели показать преемственность. это та самая постмодерновая история, в которой мы сейчас живем, когда все переделывается, при том переделывается не так, что мы возьмем какую-то фишку, а мы прям натурально переделаем, условно, нарисуем себя в стиле Рика и Морти, и это будет что-то значить. И здесь также спиздим все из обложки Элвиса, и это будет нечто говорить. И считано это было блестяще, потому что Лондон Коллинг, как и другие альбомы из сегодняшнего топа, это абсолютно легендарная вещь и один из лучших рок-релизов за всю историю жанра. И если вы играете в рок-группе и у вас есть амбиции на то, чтобы принести новый звук, вот вам как вариант идея для обложки. Вы таким же образом можете написать совершенно все, что угодно, например, там, Багровый Фантомас. И, собственно, главное, новый звук принесите, а идея для обложки вот вам дарю. И последняя история это Guns N' Roses и их альбом Epitide for Destruction, который для Guns N' Roses был также дебютным, но здесь опять важен контекст. Дело в том, что Guns N' Roses, они образовались из двух букв, одна букв, ёпта, групп. Одна группа называлась вроде бы LA Guns, а вторая Hollywood Rose. И фишка в том, что это прям такая красивая, романтичная история, потому что в одной из групп играл Slash, в другой пел Аксель, и собственно они встретились, такие, блин, круто играем, круто играем, и где-то рядом репали, а потом начали репать вместе. Короче, это была группа, в первую очередь выступающая, и записаться тогда для группы, это было, как бы, они писали альбомы очень часто после того, как обретали первую известность. Сейчас-то все наоборот, но Guns and Roses по сути записали песни, вот, которые вошли в Epitide for Destruction и стали абсолютными хитами, которые, ну, почти все они вот до сих пор играют на сцене, они их до того, как записать и выпустить, очень долго играли по разным клубам, барам, где они выступали, и, собственно, примерно так эти песни и писались. И какая, собственно, была история? Аксель Роуз этот альбом в себе носил. Не знаю, насколько целостно он его воспринимал, но все эти песни он знал уже давно, и ему, по сути, нужно было, как вот все эти песни подать под каким-то общим соусом. Есть уже название «Аппетит к разрушению», можно даже сказать «Жажда разрушения», и ему очень понравилась работа одного художника. Выглядит она вот так, художника зовут Роберт Уильямс, и здесь вот я лучше объясню, просто прокомментирую скорее, что происходит. Здесь монстр с кинжалами вместо зубов нападает на робота, который склоняется над бесчувственной женщиной в разорванном платье и со спущенными трусами. Я это к тому, что вам не показалось. Это и есть картина. Надо заметить, что вкус Акселя в этом плане я уважаю, как говорится, Хай Эксел, и он эту обложку, он эту картину решил сделать обложкой. Говорит, заебись, я сейчас возьму, поставлю ее на обложку, выпустим альбом, будет круто. И, честно говоря, до съемки этого ролика я думал, что на этом истории закончилось, и обложку просто не пропустили. И вот то, что я, например, вот здесь показываю, это что-то из разряда фанатские доделки. Но оказалось, нет. То есть, очевидно, продюсеры были против, все просто, кто это видел, такие, нет, Аксель, нам пиздец, это же полный какой-то просто ужас, это нас заклюют. А он такой, не-не-не. Короче, как выяснилось, они ее выпустили, и, естественно, на них обрушились просто все возможные религиозные там всякие чуваки, общественники всякие, общество мамаш, вот просто все, кто обычно доебываются до того, что в музыкальных, в магазинах, ну и, в принципе, в местах общественного пользования можно найти картинку, где робот кого-то отъебал. В общем, все они всполошились и сделали все, чтобы это запретить, но интересно здесь то, что этот рисунок, во-первых, ну он крутой, и стоило про эту обложку рассказать, как минимум для того, чтобы показать его, итоговой обложкой стал вот этот вот знаменитый крест, и это татуировка Акселя, то есть сначала появилась татуировка, а потом альбом, и, собственно, этот рисунок они взяли с эскиза татухи, а вот картину с первоначальной обложки в итоге стали засовывать в релизы как вкладыш, и можно было открыть одну обложку Epitide for Destruction, а потом развернуть, а там будет другая обложка Epitide for Destruction. Вот, жалко, что в China's Democriti альбом говно и обложка. И вот после всего услышанного напишите в комментах, насколько на вас вот повлияла такая моя концентрация именно на контексте, и, ну, можете не писать, насколько заходят, не заходят ролики про обложки, потому что, во-первых, вроде как заходят, во-вторых, мне самому просто пиздец, как нравится их делать. Вот, поэтому, опять же, напишите, насколько вы вникли в тему контекста именно исторического и обложек вот в связи с ним, потому что мне это кажется ключевым, интересным, и вообще прокайфовал я, в общем, с написания сценария к этому ролику. Вот, а вам просто очень нужно зайти в мой инстаграм, где куча всего интересного, шикарного, и вообще теперь будет еще и отдельный инстаграм ебанарт, если вы не знаете, что такое ебанарт, то отправляю вас к своему предидущему ролику, а на этом все, спасибо, что посмотрел, ты знаешь, где кнопка подписки. Да!